Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Кому платить за воду и кто ответит за ее утечку? Ответы на эти вопросы жители Макаренко получили на встрече с главой города. Пригодны ли для проживания? В Сочи создана межведомственная комиссия для обследования гаражно-строительных кооперативов. В Сочи выбирают самый уютный двор. Сегодня прошло первое заседание экспертной комиссии. В Сочи стартовал городской семейный конкурс пряничных домов. Он проводится в рамках ярмарки «Новогодняя шкатулка». Кубань встретила героев, рисковавших жизнями в Сирии. Борт 32-го отдельного медицинского отряда сегодня приземлился в аэропорту Анапы. За службу военных лично поблагодарил губернатор края Вениамин Кондратьев. Он приехал в расположение части. Не только навыки, умения, профессионализм нужен был вам при выполнении вашего профессионального долга. Мужество. Мужество в тех условиях, которые вы выполняли свою работу. Вы оказывали медицинскую помощь не только нашим солдатам в сложных условиях войны, но и мирному населению. Вы настоящие герои. Герои нашего времени. Мы по-настоящему гордимся вами. Уверены и гордятся, и особенно радуются вашему возвращению домой ваши семьи. Дети, родственники, родители. И вместе с ними радуются наша Кубань. С праздником, с возвращением домой. Кроме военных медиков, с первого дня контртеррористической операции в Сирийской Арабской Республике участвовали и летчики авиационных баз Краснодарского края. Многие представлены государственным наградам. Напомню, 11 декабря о выводе значительной части российских войск из Сирии объявил Владимир Путин. Как не допустить появление отравы на новогодних столах кубанцев, говорили в краевой администрации. Глава региона Вениамин Кондратьев потребовал проверить все торговые точки в крае и не просто убрать из продажи смертельно опасные напитки, но и найти производители. Тему продолжат наши краснодарские коллеги. В подпольный цех по производству алкогольных напитков два брата из Абинского района открыли прямо у себя в гараже. Всюду ароматизаторы, красители и другие химические добавки. Под видом яблочного сидра по бутылкам мужчины разливали ядовитую жидкость. Некоторые ингредиенты такого напитка могли просто убить человека. В гараже у злоумышленников правоохранители обнаружили три бочки с урагатом. В каждой почти 3000 литров. Это лишь один из примеров. Всего же только с начала года в Краснодарском крае из оборота было изъято около полутора миллионов литров нелегального алкоголя. Проблема, как никогда, актуальна перед Новым годом. Вениамин Кондратьев собирает отдельные совещания, чтобы найти решение, как пресечь сбыт фальсификата. Проводить рейды глава региона требует не только в преддверии праздников. Вот у них система сбыта работает, контрафактно. А у нас система, как противостояние этому, не работает. Потому что они ищут способ, как обойти закон, как подкупить чиновников, как договориться, как сделать так, чтобы их контрафактный алкоголь продавался. А мы ищем причину, как объясниться, почему мы не можем с этим побороться. Есть районы, где за 300 количество рейдов. За 300. Ну, конечно, там, скорее всего, результат будет. А когда 17, вяло текущий спящий процесс, ну, он явно ни к чему не приведет. И ни к ним результатам не приведет. Вот, давайте так, Василий Александрович, посмотрите практику других районов, количество рейдов, как они организованы и где есть результат. Это должна быть системная, ежедневная работа. Вот только тогда, когда будет системная, ежедневная работа, мы сможем контрафактный алкоголь победить. Земля должна у тех, кто занимается этим, гореть под ногами. По-другому мы это зло не победим. За продажу контрафактного алкоголя грозит штраф. Для физических лиц – 2000 рублей, для юридических – до 3 миллионов. Но почти 80% протоколов составляют на самих продавцов. Этим и пользуются нечистые на руку предприниматели. Таким образом, владельцы магазинов, где продают фальсификат, уходят от ответственности. Еще одна лазейка для злоумышленников – поддельные акцизные марки. На рынке алкоголя появилась продукция с имитацией акцизной марки под названием «Акционная». Нарушители даже указывают на бутылке, что данная марка не является федеральной специальной или акцизной маркой. Таким образом, производитель указанной алкогольной продукции пытается уйти от ответственности за подделку федеральной специальной марки и увезти от нее продавца. Увидев такую наклейку, обыкновенный покупатель, не зная тонкостей законодательства, принимает алкогольную продукцию за легальную, хотя по сути она является контрафактной. Опасным спиртным промышляют как в больших городах, так и в маленьких станицах и хуторах. Главам районов Вениамин Кондратьев поручает усилить меры на местах, реагировать на каждый сигнал жителей, а в управлениях потребсферы проводить ротации кадров. Давайте сделаем те, кто курирует у вас потребительские сферы во всех муниципальных образованиях. Алкогольный рынок, рынок алкоголя, больше пяти лет, даже если очень уважаемые человеки, хорошо работают, но я считаю, он не должен занимать эту должность, потому что это ее сращивание. Или замыливание глаз, вот одно или другое, но то и другое нам здесь не в помощь. Поэтому договорились с платкой рекомендации более пяти лет, еще раз подчеркиваю, даже очень хороших сотрудников, но если они занимаются потребительской сферой, рынком алкоголя, не стоит допускать нахождения в этих должностях. Однако продают фальсификат не всегда из-под полы магазинов. Все чаще брендовый алкоголь по привлекательной цене заказывают на интернет-сайтах. Вот в этом году уже прокурорами более чем в 240 интернет-сайтах был закрыт в судебном порядке доступ, но, к сожалению, эта цифра не уменьшается, она постоянно держится, либо даже растет. И у меня просьба к оперативным службам все же посмотреть, кто стоит за теми, кто, так скажем, рассылает, и те, кто доставляет. И вот здесь, наверное, алкоголь как раз не несовершеннолетние могут привозить ее в ночное и в любое время суток, дня и ночи. Из-за некачественного спиртного с начала года на больничной койке оказались почти 300 жителей края. Еще более 200 погибли. Но страдают не только те, кто употребляет суррогат. Ущерб от продажи нелегального алкоголя оценивают и в масштабах экономики страны и края. Сумма налогов, которые недополучает казна, хватило бы, например, на благоустройство дорог или детских площадок в кубанских городах. Контрафакт на алкоголь, в первую очередь, конечно, это удар не то, что по здоровью, по жизни человека, коллеги, но еще и удары по экономике. Вот тут тоже надо понимать, по экономике нашего региона. А здесь мы вот с вами в первую очередь отвечаем за жизнь людей как со стороны, с точки зрения здоровья, так и с точки зрения, конечно, комфорта жизни. Поэтому, я еще раз подчеркиваю, это мощный удар по экономике, тем более для нас. Давайте подумаем, как сегодня предупредить эту ситуацию. Не потом пресекать и, понятно, бороться активно с этим взлом, иначе не скажешь, а вот как работать на предупреждение. В ближайшее время региональные власти намерены выйти с инициативой в правительство страны. Помимо штрафов, край предлагает ужесточить требования к деятельности магазинов и кафе. Если там будет выявлен факт продажи контрафактного спиртного, его владельцы предлагают навсегда лишить лицензии на торговлю. Мария Крошный, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Рядом с образовательным центром «Сириус» в Сочи построят математическую школу-интернат, где смогут учиться и жить одаренные дети. Для этого по поручению президента в Краснодарском крае на территории Олимпийского парка выделят участок площадью 9 гектаров. Об этом рассказал губернатор Кубани. «Это и есть самые настоящие инвестиции в будущее, в те передовые технологии, которые будут там зарождаться и притворяться в жизнь». И продолжаем. Кому платить за воду, кто ответит за ее утечку, и как бороться с теми, кто своими машинами перекрывает въезд во двор? Ответы на эти вопросы жители микрорайона Макаренко получили на встрече с главой города. Она прошла накануне в кинотеатре «Сочи». Один из главных вопросов, который жители задают сейчас во всех районах Сочи, как быть с двойными квитанциями за воду. Людям пришли счета и от МУП «Водоканал», и от прежнего коммерческого предприятия. Более того, последнее грозит неплательщикам судом. Глава города подчеркнул, с 1 сентября в Сочи есть только один поставщик воды. «Вы задаете вопрос, как быть? Мы говорим, оплачивать только МУП «Водоканал». Вы все грамотные, все прекрасно понимаете. Третий вопрос, который вы задаете, они нас пугают, что в суд подадут. Не подадут. Они не смогут этого сделать, потому что это незаконно». С водой связан и другой вопрос – утечек. На это пожаловался и домком дома номер 22 по Вишневой. «В час вошел на собрание, с трубы постоянно течет. Брали воду на анализ, чистая вода. Вишневая. Вишневая 22. Течет вода с Вишневой 26-28. Анатолий Пахомов потребовал от представителей водоканала немедленно разобраться и устранить утечку. Есть претензии и к теплоэнерго. После ремонтных работ остались разрытые траншеи. Благоустроить снова эти участки предприятие не торопится». «Вы разрыли, на следующий день пришли и все привели в порядок. Так или нет? А почему мы должны за вами бегать или приезжать? Полтора месяца прошло, я приехал, а если я пойду пешком, сам выявлю, опять вам буду звонить, только после этого будете делать? У вас что, нет людей, которые отвечают за эту работу?» «Наболевший вопрос и про парковочные места. Машин много, во дворах места мало и жильцы оставляют автомобили, где придется. Потом в случае ЧП к дому не могут подъехать те же пожарные или скорая. Глава курорта распорядился усилить контроль в этом направлении». «Есть правила дорожного движения, есть знаки, под которыми не ставят, то есть не должны ставить автомобили. И это беспокоит людей еще по безопасности, потому что там может что-то случиться. И поэтому ГИБДД и полк ДПС должны серьезно работать над этим вопросом». «В целом в Сочи снова будет усилена работа эвакуаторов. Это касается и так называемого чистого квадрата в центре города». Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В Сочи выбирают самый уютный двор. Сегодня прошло первое заседание комиссии, на которой были представлены участники городского конкурса. А это представители ТОСов, сельских округов, управляющих компаний, квартальных и домовых комитетов. Конкурс называется «Лучшее благоустройство территории города Сочи». Члены комиссии выбирают не только лучший ТОС или район, но и лучший дом, подъезд, лучший дворик. Заявок подано много. «Лазаревский район традиционно массово и очень широко представлен на этом конкурсе. Мы представляем номинацию как лучший район города Сочи, потому что Лазаревский район как самый широкий, самый большой, самый многонациональный в городе Сочи. Ему всегда есть что показать. В этом городе особенно интересна у нас заявка. Она будет сегодня представлена на этом конкурсе. Но кроме этого, мы также представляем нашу заявку на лучший сельский округ. Это Лугодский сельский округ, в котором в этом году сделано максимально большое количество работ, связанных со ссортированием дорог. Конкурс проводится уже несколько лет подряд. Традиционно его итоги объявляли ко дню города. Но в этом году победителей глава курорта назовет 27 декабря на торжественном праздничном мероприятии в Зимнем театре. Гаражи пригодны для проживания. В Сочи создана межведомственная комиссия для обследования гаражно-строительных кооперативов. Не секрет, что большинство из них превратились в жилые и не всегда законные кварталы. Члены комиссии проверили объекты на предмет других несоответствий, угрожающих безопасности горожан. Гаражный кооператив на улице Санаторная – это исключение из правил, говорят члены рабочей группы. Чистота, порядок и даже уют в месте для хранения автомобилей. Свет в окнах говорит о том, что эти гаражи давно стали жилыми домами. Межведомственная комиссия намерена проверить и тех, кто выбрал это место для проживания, и сами объекты на предмет безопасности. Внешним осмотром было установлено, что данный гаражный кооператив эксплуатируется не по прямому назначению, что является, соответственно, неким нарушением, так как при смене функционального назначения необходимо обеспечивать соответствующие требования пожарной безопасности, как к жилым домам. Впрочем, в остальном здесь все хорошо. Есть и огнетушители, и песок, и даже все коммуникации подключены правильно. Правда, такую высокую оценку члены рабочей группы ставят далеко не всем объектам. Обследовать гаражно-строительные кооперативы выехали по поручению губернатора Краснодарского края. Обследовано 87 гаражных строительных кооперативов, возбуждено 2 уголовных дела, составлено 111 административных протоколов по самым различным основаниям. Это и нахождение на территории Российской Федерации с нарушениями. Всего же предстоит побывать в 177 гаражных кооперативах. Предыдущие визиты показали, что в местах для хранения машин не только живут люди. Часто в рядах активно развивается не всегда законный малый бизнес. Вместе с этим нарушение в использовании, к примеру, баллонового газа. Своей задачей рабочая группа в первую очередь ставит выявление подобных случаев и, как следствие, создание безопасных условий для сочинцев. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Депутаты городского собрания Сочи по Кудепстинскому избирательному округу номер 4 Максим Медведев, Иван Савин и Леонид Остринский полностью исполнили наказы избирателей на этот год. Наша съемочная группа побывала в селе Хлебороб, где теперь есть и детские игровые площадки, и спортивные. По обе стороны от сельского дома культуры теперь две площадки – детская и спортивная. Об этом сельчане мечтали давно. Детей, конечно, в утренние часы мало, зато вечером и выходные рассказывают вся детвора здесь. Видите, какие прекрасные у нас детки. Поэтому для них это необходимо. И для родителей, и для мамочек. Спасибо огромное. Спасибо нашим депутатам. Такие же детские и спортивно-развлекательные зоны есть теперь и в селах Красная Воля, Верхняя Николаевская и Каштаны. Таким образом, наказы избирателей в 4-м избирательном округе в этом году полностью выполнены. Впереди Новый год и новые планы. Как известно, в селе работы всегда много. Но с завершением этого года и сами депутаты городского собрания Сочи и местные жители довольны. Я всегда с симпатией отношусь к селам. И дело в том, что мы ежегодно встречаемся с нашими избирателями и всегда слушаем их пожеланиями, это включаем наказы. И потом, согласно их пожеланиям, эти наказы стараемся выполнить. Ну, в этом году было особое ударение сделано на детские площадки, на спортивные, на детские площадки. И вот приятно, что в преддверии Нового года я считаю, что получился какой-то степень и подарок. В этом году по селу Хлебороб еще был отремонтирован водопровод на сумму 300 тысяч рублей. Поэтому мы улучшили водоснабжение всего села, насколько это было возможно. Также часть средств и возможностей была сделана по ремонту дороги. Все это делается депутатами по просьбе жителей. Задача одна – максимально эффективно подходить к развитию сельской территории и воспитывать детей в достойных условиях. Вот, например, здесь, в изо студии «Надежда», теперь писать картины детям тепло и комфортно. Помогли провести отопление депутаты городского собрания «Суччи». А лучшие работы представлены в главном зале сельского дома культуры, куда и пригласили народных избранников посмотреть на творчество местных ребятишек. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В восьмой гимназии сегодня открылась школа правовых знаний. Так назвали интерактивную игру для старшеклассников. В зале команды 30 сочинских школ. Интерактивную игру по основам правовых знаний для выпускников организовал сочинский филиал Всероссийского госуниверситета юстиции. Мы надеемся, что участие в этом мероприятии даст школьникам возможность, первое, познать мир права, второе, приобщиться к нормам уголовного и административного законодательства с точки зрения их знания, расширить свой кругозор. Немножко мы поработаем над их правовым воспитанием и правовой культурой. В жюри игры вошли представители Следственного комитета Ассоциации юристов России Управления образования и молодежной политики администрации Сочи. Цель проекта – максимально повысить правовую культуру молодежи и тем самым снизить число преступлений, совершенных подростками. Очередная интерактивная игра «Школа правовых знаний» состоится на следующей неделе. «Тайны ледяного замка» с такой новогодней программой приехал в Сочи уникальный цирк Тамерлана Нукзарова. Сейчас идет подготовка к предстоящей премьере. В субботу 16 декабря в Сучинском цирке состоится премьера новой новогодней программы. Арена будет вся в белоснежных тонах. Сказочные декорации вместе с признанными профессионалами циркового искусства помогут погрузиться взрослым и детям в зимнюю сказку и раскрыть тайну ледяного замка. Я могу вам сказать честно, я уже почти 60 лет работаю в цирке. И я бы сзанно выразился, я бы сказал, хочу в цирк. Очутиться в сказочном цирковом мире помогут акробаты, жонглеры, воздушные гимнасты, джигиты, африканские леопарды, медведи, озорные пудели и грациозные лошади, которые готовы удивлять самыми невероятными трюками и неожиданными сюрпризами. Полыбайся. А вот этому гималайскому медвежонку только полгода, но он уже претендует на выход к зрителям. Веселую праздничную атмосферу поможет создать клоунский дуэт заслуженный артист Республики Северной Осетии Алания Алан Бутаев и Сергей Блохин. Дети и женщины – это самый отзывчивый зритель. Мужчины более закрытые, они сдерживают свои эмоции в отношении чего-то такого интересного, и они более суровые. Мы все равно их заставляем улыбаться и радоваться жизни. Артисты уже покорили зрителей Японии, Италии, Германии, Испании, Австрии, Канады, США и других стран. Ну а новогоднюю сказку традиционно дарят российским детям. Премьера в сочинском цирке 16 декабря. Сегодня в Сочи открылась ярмарка «Новогодняя шкатулка», в рамках которой стартовал первый городской семейный конкурс пряничных домов «Пряничный городок». Победителей, то есть лучших кондитеров-строителей, определяют с помощью народного голосования 17 декабря, в день закрытия выставки-ярмарки, организованной компанией «Сочи-Экспо». В экспозиции «Пряничный городок» и «Имбирные домики», и даже достопримечательности курорта. Кто-то из участников конкурса смастерил из пряников здание морского порта Сочи. На соседнем стенде в пряничной мастерской от Васильевны новогодние пряники можно расписать самим. А еще маленьким гостям выставки-ярмарки предложат раскрасить гипсовые фигуры. Любителям активностей – прямая дорога на батуты и к стенду развлекательно-образовательного агентства праздников «Джунгли». Здесь ребятам предложат поучаствовать в интереснейших квестах. В нашем городе очень много есть различных развлекательных услуг, но мало кто из них еще и образовывает. А мы, собственно говоря, с нашими квестами это и делаем. То есть мы заточены именно под это. То есть в ходе квеста дети разгадывают различные загадки, получают определенные задания. Обязательное условие наших квестов – это команда образования, это тимбилдинг. После занятия творчеством и игр – интерактивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Взрослые в это время совершают покупки. Здесь можно приобрести и продукты для праздничного стола, и подарки родным и друзьям. Мы полностью поменяли концепцию наших мероприятий. И сейчас мы организовываем не просто выставки и ярмарки, мы организовываем праздник для всех жителей города Сочи. Для того, чтобы каждый мог прийти, развлечься. Сочи-экспо в этом году приносит новогоднее настроение для жителей города самыми первыми. Отдать свой голос за лучший пряничный домик, посетить бесплатные мастер-классы и спектакли кукольного театра. Одним словом, приобрести новогоднее настроение и с пользой провести время. Все это можно на ярмарке «Новогодняя шкатулка», которая открылась в выставочном центре на Несебрской. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Большинство сочинцев на выставку «Новогодняя шкатулка» пришли за новогодними подарками. Как известно, беспроигрышным подарком во все времена считается хорошая парфюмерия. На открывшейся ярмарке можно приобрести эксклюзивные духи нового российского бренда «Аю Дримс» – победителя так называемого «Парфюмерного Оскара» в номинации «Лучший аромат года». Духи «Аю Дримс» для тех, кто ценит качество парфюма. Российский бренд презентован в этом году, но новинки сразу же полюбились россиянам. Женские и мужские ароматы «Аю Дримс» ни с чем не сравнимы и высочайшего качества. Это эксклюзив для самых взыскательных поклонников селективной парфюмерии. «Развив духов производится в Московской области, а сама парфюмерная эссенция, сами ароматы – это все европейские лучшие парфюмерные заводы из разных стран. Компания именно выбирает самые лучшие ароматы, которые, по их мнению, должны понравиться нашему российскому покупателю». Парфюмерия «Аю Дримс» номерная, то есть у каждого аромата свой номер, а вот флакон унифицированный, за счет чего стоимость духов доступная. Ароматы же на любой вкус – восточные, фруктовые, цветочные, фужерно-амбровые, древесные и водные. Выставка-ярмарка «Новогодняя шкатулка» работает в выставочном центре на Несебрской до 17 декабря. Номера телефонов 8 960 010 70 67 и 8 962 024 05 81. Компания «Рыбак Камчатки» предлагает покупателям к новогодним праздникам дальневосточную рыбу, морепродукты и красную икру. На выставке-ярмарке «Новогодняя шкатулка» с 14 по 17 декабря в выставочном центре на Несебрской 1Б. Здесь все для того, чтобы праздничный стол был самым изысканным. Среди деликатесов – белорыбица, кижуч, палту, снерка, знаменитая дальневосточная корюшка, а также совершенно эксклюзивный продукт – царица лососевых – редкая деликатесная чавыча. Сочинцы выбирают качество. Я уже не первый раз на выставке, и качество данной продукции всегда находится на высоте, поэтому, наверное, многие жители предпочитают данную продукцию. И к Новому году там и икра, и рыба, наверное, будет кстати очень. Качество рыбы достигается благодаря особой технологии приготовления. Коптят дальневосточные мастера на натуральных ольховых, вишневых и яблоневых опилках. Доставляют деликатесы в Сочи без использования заморозки. Это позволяет удержать полезные кислоты омега-3 и витамины Е, Д, А. Купить рыбу, морепродукты и красную икру можно в павильоне «Рыбак Камчатки» на выставке-ярмарке «Новогодняя шкатулка» с 14 по 17 декабря в выставочном центре на Несебрской, 1Б. Новогодние подарки из конфет российских фабрик сочинцы вот уже 19-й год приобретают в проверенном временем магазине на улице Северная, 10. В преддверии главного праздника в этом году здесь стартовали акции и скидки. Содержание новогодних презентов покупатель определяет сам. В магазине более 200 видов свежайших конфет. Некоторые представлены эксклюзивно. К примеру, сладости казахского производства. Большой выбор конфет от Красного Октября, Родфронта, Богатыря, Славянки, Бабаевского. В ассортименте и упаковка, в том числе дизайнерская. Цена наборов от 50 рублей. Каждый 20-й подарок бесплатно. А при покупке более 200 наборов бесплатно будет каждый 15-й. Можно заказать доставку на дом. Курьером станет Дед Мороз. Магазин новогодних подарков из конфет российских фабрик работает без перерыва и выходных. На улице Северная, 10. Третий этаж. Телефон 264-70-62 или 8-918-300 ровно 92-40. Теперь нефть качает Россию. Лучшие вечеринки теперь в клубе «Нефть» на «Роза Хутор». Он откроется 16 декабря. «Нефть» – это новый концептуальный клуб. Бар, караоке, лаунж, вип-зона и танцпол разместились на трех этажах. Площадь клуба – 1000 квадратных метров. Хедлайнер открытия – Дина МС-47. Следом гостей ждут диджей-сеты от Ратмир Ингоу, диджей Мирус и МБДжей. Все это включено в большую шоу-программу. Три этажа света и звука, танцовщицы Гоу-Гоу, подарки от ведущего. А еще кухня от шеф-повара со звездой Мишлен. Уникальные коктейли от самых крутых барменов Юга и эксклюзивная «Царь-ложа» для вип-гостей. В меню фирменные коктейли «АИ-95», «Нефть» и «Нефтяник». Открытие 16 декабря в 20.00. Ну и все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.